Доброго времени суток! Меня зовут Владислав Янковский. Сейчас я буду делать второй раз анбоксинг старенького SSD-диска OCZ Vertex Plus X. Как я уже сказал, сам диск новый, но модель старая, так как это SATA 2, как вы видите. Но ничего, для моего ноута это самый раз. Раз, ой, простите. Итак, SSD-диск. Что в нём? Давайте, короче, его, наверное, вскроем второй раз. Я уже это делаю второй раз. Я поставлю камеру вот сюда. И начну его при вас... Ой, ёлки, фокусное расстояние хреновое. Начну его второй раз доставать со всеми полностью финдиплюшечками. Итак, как мы видим, книжечки. Книжечки, книжечки, книжечки. Блин, куда же мне камеру поставить? Ладно, поставлю сюда. Вот, тут у нас такие вот книжечки. Наклейка. Наклейка вообще эксклюзив. Мой SSD быстрее твоего жёсткого диска. OCZ Technology.com Обязательно присобачиваю себе на ноут. Далее, это у нас тут идёт гарантия на разных языках. А это у нас идёт что-то типа... А это у нас идёт брошюра. Так, значит, поправочка. Это не просто гарантия. Это гарантия и инструкция типа... Как, чё, куда устанавливать и так дальше. Вот, это мы отложим. И, собственно, сам SSD накопитель. Давайте его извлечём из коробочки. Он невероятно лёгкий навес. Просто невероятно лёгкий. Вот, как вы видите здесь. 2,5 дюйма, 120 гигабайт, SATA 2. Сделано в Тайване. Так что сейчас мы его установим. Обратите внимание. Компьютер, свойства. Производительность системы. Производительность, как вы знаете, стандартная практически на всех 5,9. Практически каждый жёсткий диск интерфейса SATA 2 имеет оценку Windows 7, 5,9. Ну что ж, давайте сейчас разберём ноутбук. Установим систему. И заодно на новом приводе. И проверим производительность системы. И просто реальный прирост скорости нашей SSD. Вот, я разобрал ноутбук уже. И, как видите, достал свой основной винчестер. Ну что здесь скажешь. Этот винчестер, по сравнению с SSD накопителем, реально тяжёлый. Здесь чувствуется, что здесь в коробочке ничего нет. Ну как, просто схема. А вот здесь я даже пальцем так не буду делать, потому что страшно. Вин до сих пор горячий, что нормально для винчестеров. То есть, внешне они абсолютно одинаковые. Имеют, как вы знаете, такие же шлейфы, всё такое же. Сейчас будем устанавливать SSD диск. И посмотрим, что будет дальше. Итак, после небольшого перерыва мы вернулись. Я установил SSD в свой ноутбук. Вот винчестер старый. Вот привод внешний. Потому что теперь в ноутбуке у меня один SSD и один винчестер. На месте дисковода здесь стоит специальный карман. Очень классная штука, кстати. Итак, сейчас буду при вас устанавливать Windows. И посмотрим, как быстро это случится через внешний привод. Включаем ноутбук. Замигали лампочки. Давайте нажмём Escape и тыкнем. Ага, и второй монитор ведь можно включить. И сейчас сделаем так, чтобы компьютер грузился с оптического привода. А, ну и так по умолчанию грузится с оптического привода. Ну что же, ждём. На самом деле, никогда ещё SSD-диски не устанавливал в компьютер. Неизвестная файловая система. Угра Брэске. Ух тыжка, это что же такое? Это оно о чём? Только не говори, что мне нужно флешку загрузочную делать. Я этого не переживу. Я снова здесь. Здесь это был просто небольшой, скажем так, глюк. Без понятия, что это было, но неважно. После перезагрузки компьютера система начала грузиться. Вот мы видим... Ой, ужасное освещение. Система начала грузить свои системные файлы. Так, сейчас я включу дополнительный свет. Правда, я не уверен, что стало лучше, но всё же... Так, небольшая пауза. Итак, Windows загружает файлы. Винда раскручивается. Официальный, оригинальный образ Microsoft Windows 7 Professional 64-разрядная на английском языке. Сейчас всё будет делаться при вас. Подключил на всякий случай, как вы могли заметить, привод на два USB порта. Мало ли, чтобы не возникло никаких уже вопросов, чтобы наверняка... Ну, такая жизнь никаких вопросов не возникнуть, просто не может. Давайте будем смотреть всё на большом мониторе. Или на маленьком. Да, неважно. Так, добро пожаловать. Далее. Установить сейчас. Быстрая должна быть процедура установки, именно самой установки, но не программа установки. То есть, пока что раскручивает затиск. В приводе пока что, в общем, это всё не так быстро. Сейчас посмотрим, как она именно будет устанавливаться быстро. Так, полная установка. Ого, так. Небольшой, маленький сюрприз для меня это. Давайте отформатируем весь мой... Отформатируем весь мой SSD-накопитель. Для начала удалим все лишние разделы. Так. 111 гигабайт. И создадим новый. Применить. Так, идёт процесс создания. Вот, блин, ненавижу я это. Ну, ненавижу. Ну, нафига оно мне? Ну... Не хочу я. Не хочу я это делать. Можешь удалиться? Пофигу. Ладно, ставим вот сюда. Диск Partition 1. Текаем Next. И сейчас будет якобы турбоскорость. Ну, посмотрим. Итак. Копирование файлов. Я сейчас всё же не особо уверен, что вам стоит показывать абсолютно весь процесс установки. Я, наверное, пока что отключусь. Если будет что-то реально интересное, я обязательно восстановлю запись. А пока что уходим на небольшую паузу. Итак, дальше небольшая отчётность. Винда ставится самым обычным образом. Пока что никакого прироста. Никакого ничего. Никаких особенностей. Винда просто ставится. И всё. В общем, следующее моё включение будет, когда я уже установлю все драйвера и смогу выполнить оценку системы. Вот. Так что, небольшой, ещё один небольшой перерыв. Итак, программа установки подготавливает наш компьютер для первого запуска. Как мы видим, уже практически всё установилось. Выполняется проверка видео. Видеопроизводительность. Но вот эти тесты не совсем правильные на самом деле сейчас, поэтому не будем обращать внимания. Пишем Владислав. Делаем имя Владислав. Так, следующее. Напишем пароль. Так, давайте я отвожу компьютер свой. Ой, камеру. Сейчас запишу парольчик. Как будет слово всегда. А, как всегда. Так, ключ продукта мы введём позже. Устанавливать обновление. Так, часовой пояс. УТЦ2 Киев. Далее. Вот наша сетка. Так, домашняя сеть. Сейчас мы и для неё введём пароль. Так, дальше. Так, подключилась. Домашняя сеть. Конфигурирование. Ну и сейчас якобы всё будет готово. Сейчас я проверю производительность компьютера без драйверов. То есть, для SSD накопителя драйвера не нужны, насколько я понимаю. Посему. Так, добро пожаловать. Подготовка рабочего стола. Давай, давай. Давай, давай. Бла-бла-бла. Так, разрешение экрана. А-а-а, оно же... Оно же так. Применить. Ух ты ж, ёлки. Так, давайте я отключу второй монитор, потому что это ужасная картина. Так, что у нас здесь? Компьютер. Свойства. Система недоступна. Кстати, это отлично. Тогда я закрываю это и начинаю устанавливать быстренько дровишки. Позже вернусь. О, привет. Итак, после первых обновлений компьютер попросил... Попросился перезагрузиться. Ну, сейчас посмотрим, что ж тут за скорость такая интересная. Как это он так стартует тут? Ну, обычно логотип винды видно. Сравнительно быстро. Хм. Ну, скажем так, это гораздо лучше, чем то, что было. Так, пароль. Неплохо, неплохо, да, да, да. Так. Компьютер... Не-не-не, компьютер. Правая кнопка мыши. Свойства. Оценка системы недоступна. Ну и ладно, фиг с ним. Потом оценим. Так, делаем паузу. Устанавливаем дополнительный софт и дрова. Дальше. И еще одна перезагрузка. Посмотрим, что нам система скажет на этот раз. То есть, скорость работает. Давайте еще раз полюбуемся. Или я полюбуюсь. Так, стартинг Windows. Давайте вот этот монитор буду снимать. Такой хоба флажочек. Добро пожаловать. О! Отлично. Палец. Давайте-ка я установлю, чтобы можно было с помощью отпечатка пальцев входить в систему. Так, зарегистрирую свой отпечаток пальца. Указательный, средний, безымянный. Сейв, финиш. Провожу пальцем. Система пишет добро пожаловать. И вот, система загружена. Раз, два, три. Все. Итак, далее я установил драйвера и некоторые программы. Теперь настала очередь обновлений. Сейчас установлю обновление. И только тогда сделаю тест системы на производительность. Вернусь позже. Итак, вот я вернулся. Собственно, все необходимые операции для нормальной установки и работы Windows сделаны. И сейчас мы проверим производительность Windows. Так. Вот я уже ее активировал, так как все работает нормально. System Rating. Rate this computer. Ну что ж, пошла проверочка. Блин, да что же так... О! Усезться не мог. Я думаю, это будет быстро. Хотя, неважно. Так, 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 ну уже, ну давай, дружище. Кстати, так как SSD-диски имеют ограниченный цикл перезаписи, не рекомендую вам часто повторять такие тесты, потому что они очень хорошо гробят эти SSD-диски. Итак, тест завершен. Оценка 6.1. Как я и предполагал, это процессор. На наш SSD Windows оценил его в 7.3. Но это не удивительно, ведь SATA 2, в конце концов, SATA 3, оно оценивает порой 7.5, 7.6. Это, я считаю, достаточно хороший показатель для нашей системы. С чем я себя и поздравляю. Наконец-то сбылась мечта идиота. Итак, теперь давайте я вам покажу, какой скорость будет достигать ввод компьютера в гибернацию. Я еще сам, если честно, этого не видел. А ну-ка. Так. Лампочка погаснет, значит все. Достаточно долго. Хорошо. И, собственно, включение. Так. Экран загорелся. Возобновление работы Windows. Сейчас происходит загрузка всех файлов, которые оно сохранило в файле гибернейт-сис в оперативную память. Ну, скажем так. Восстановление с спящего режима было гораздо быстрее. Теперь давайте посмотрим, с какой скоростью он будет входить в ждущий режим. Sleep. Ага. Ну, скажем так, немножко быстрее, чем с жестким диском. Опять же таки, здесь прирост не такой уж и высокий. Хоп. И, собственно, демонстрация этой самой красивой скорости перезагрузки. Так. Так. Видно, я от него слишком много хотел только что. Логин. Оно в Shutting Down. Во всяком случае, когда ставились апдейты, достаточно быстрая перезагрузка была на моих глазах. Я даже не успевал ничего сделать. Итак, стартинг Windows. Сейчас флажок должен полностью появиться. Померзать чуть-чуть и пропасть. Да, так оно и есть. Быстренько провели пальчиком. И вот оно, вот оно, наша рекордная скорость. Вот он, SSD-диск моей мечты. Жаль, конечно, что SATA 2, но я особо не придирчивый. Всё, компьютер готов к работе. Ну что ж. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, этот, скажем так, обзор стал для вас полезным. И вы подумаете о смене вашего жесткого диска на более новые Solid-Stay драйвы. Пора-пора. Это нужная вещь. Ну что ж. До скорой встречи. Следите за обновлениями. В ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе, в Одноклассниках, везде. Я там. Если есть вопросы, пишите. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!